МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он также отметил, что российская страна готова предоставить Украине скидку на топливо в размере 100 долларов за тысячу кубов. Поэтому цена на энергоресурсы до марта 2015 года будет фиксирована и составит 385 долларов за тысячу кубометров. Украинская страна, в свою очередь, пообещала погасить долг в 3,1 миллиарда долларов перед Россией до конца года. Представители Евросоюза поприветствовали достижение договоренностей по газовому вопросу. Они выразили надежду, что все стороны будут полностью соблюдать условия достигнутого соглашения. Преимущество для Украины – это то, что она подтвердила себя надежным партнером Европы. Я уверен, программы помощи МВФ и Евросоюза будут правильно использованы Киевом для того, чтобы оплатить открытые счета по газу. Эти решения, которые мы приняли, обеспечат как энергетическую безопасность Украины, так и безопасный транзит газа в страны Евросоюза. Газпром готов возобновить поставки газа в Украину в течение 48 часов. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, сейчас этот вопрос зависит от предоплаты и погашения первой части долга в размере 1,4 миллиарда долларов. Он также добавил, что украинская сторона не исключает возможности увеличения закупок газа до конца года, превышающих заявленные 4 миллиарда кубов. Подписанный сторонами документ предусматривает поставки энергоресурсов лишь на зимний период. Последние переговоры по поставкам газа в Украину обсудили в ходе телефонного разговора премьер-министр Арсений Ценюк и вице-президент США Джо Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Байден также поздравил украинцев с проведением выборов в Верховную Раду. Кроме того, стороны обсудили международную программу финансовой поддержки для нашей страны, необходимой новому правительству для проведения реформ. Европейцы больше могут не опасаться замерзнуть зимой. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу и заявил, он рад, что российская и украинская стороны наконец могли договориться по газовому вопросу. Политик также отметил, что считает заключение договоренностей по газу между Россией и Украиной своим самым большим достижением за всю карьеру. Это важный шаг для нашей общей энергетической безопасности на европейском континенте. Сейчас уже нет причин для того, чтобы европейцы замерзли зимой. Канцлер ФРГ и президент Франции поприветствовали подписание газового соглашения между Россией и Украиной. Ангела Меркель и Франсуа Ланд заверили, что Евросоюз вместе с другими западными партнерами приложат все усилия, чтобы условия нового документа выполнялись всеми сторонами. В частности, Париж и Берлин подчеркнули важность воплощения в жизнь минских договоренностей 5 сентября для политического решения нынешнего кризиса на востоке Украины. Политики выразили надежду на возобновление диалога между сторонами конфликта. Центральная избирательная комиссия осталась обработать менее 0,3% протоколов и кружкомов. По результатам подсчетов, как и прежде, в парламент проходят 6 партий. Подробности и результаты последних подсчетов знает наш корреспондент Юлия Боднар. Она на прямой связи со студией из ЦИКа. Юлия, здравствуй. Ждем от тебя последних данных. Здравствуй, Виктория. Да, действительно, центральной избирательной комиссии осталось посчитать менее 0,3% электронных протоколов. То есть, к этому моменту уже есть данные по 99 целым и 73% электронных протоколов. И шестерка партий, которые проходят в Верховную Раду, по-прежнему неизменно. Лидирует Народный фронт. Второе место занимает блок Петра Порошенко. От первенства его отделяют всего 50 тысяч голосов «За». Третью позицию занимает объединение «Самопомощь». Также удалось преодолеть 5% барьер и попасть в новый созыв парламента и оппозиционному блоку радикальной партии Олега Ляшко и Батькевщине. Важно отметить, что сегодня центральная избирательная комиссия продолжает принимать протоколы с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий. Первыми, кто сегодня приехал сдавать оригиналы своих документов, стал 112-й округ. Это Луганская область. Сами члены этого окружкома говорят, что работать им приходилось в крайне тяжелых условиях, ведь даже сами их коллеги блокировали работу ОИК. Прошу послушать. Они блокировали комиссию еще в воскресенье, когда приехали. Мы тогда не могли проголосовать ни одного решения. Потом блокировали и в пятницу, и в субботу. Но это было очень непросто. На ход волеизъявления в Луганской области в 112-м округе повлияла, собственно, и вся ситуация на Донбассе. В частности, там удалось проголосовать только 15 тысяч населению вместо 150, ведь поскольку открылось всего 23 округа из 105. Важно отметить, что даже был перерасчет от двух комиссий, перерасчет голосов. Но вместе с тем все сошлось, и сегодня в Центральной избирательной комиссии приняли все документы. Слушаем. Просьба передать слова благодарности от Центральной избирательной комиссии всем членам окружной избирательной комиссии округа 112. Вместе с нашими наилучшими пожеланиями, а главное – мира. Центральная избирательная комиссия принимает протокол округа 112 для рассмотрения и дальнейшей обработки. Я помню, по-прежнему остаются проблемными 6 округов Украины. Там до сих пор не определен победитель. В Центральной избирательной комиссии считают, что там специально не вводят данные в электронную систему выбора, и, соответственно, Центр избирком не может обнародовать предварительные данные по счетам электронных голосов. К этому моменту у меня все. Студия. Сева Юлия. Напомню, на связи из ЦИКа была наш корреспондент Юлия Боднар. В Донецке за прошедшие сутки погиб один мирный житель, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Ночь в Донецке прошла неспокойно. Систематически поступали сообщения о новых обстрелах северной части города. Так, в Куйбышевском и Петровском районах после артобстрелов зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек по улицам Двинская, Белозерская и Ургальская. С утра в городе Тихо. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Боевики из минометов, танков и артиллерийских систем ночью обстреляли город Счастье, а также Луганскую ТЭС. Банформирование развернули огневые позиции на территории села Веселая гора Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, за прошедшие сутки боевики 45 раз нарушали режим перемирия. Ночью из минометов и стрелкового оружия они обстреливали позиции украинских солдат неподалеку от населенных пунктов Никишина, Ольховатка и Николаевка, а также близ Мариуполя. Из ракетно-зенитных установок «Град» вели огонь по окрестностям Дебальцево. Накануне трижды обстреливали и украинские подразделения в Донецком аэропорту. Все атаки противника успешно отбиты. Стратегический объект по-прежнему под контролем сил АТО. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Михаила Пореченкова за участие в терроризме. Об этом сообщили при службе ведомства. Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что МВД открыла уголовное дело в отношении актера, который стрелял по позициям украинских военных в Донецком аэропорту. Въезд в Украину ему закрыт и он будет объявлен в розыск. Накануне вечером в сети появилось видео, на котором во время визита в самопровозглашенную ДНР Пореченков стрелял из крупнокалиберного пулемета по украинским солдатам в аэропорту Донецком. В свою очередь председатель Московского союза журналистов Павел Гусев заявил, что российский актер Михаил Пореченков не имел права надевать шлем с отметкой пресса, стреляя по украинским военным. Актер поступил подло по отношению ко всем журналистам, подчеркнул Гусев. Если в ближайшие дни погибнет кто-либо из представителей СМИ, которые в этих касках выполняют свою работу на Донбассе, то пусть Пореченков знает их кровь на его руках, потому что журналист не имеет права брать оружие в руки. Это запрещено всеми международными конвенциями. Парламентская ассамблея Совета Европы не признает псевдовыборы, организованные боевиками в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявила председатель ПАСЭ Анбрасер. По ее словам, псевдовыборы, назначенные на 2 ноября, нарушают минский протокол и реализацию соглашения о перемирии. В ПАСЭ согласились, что эти выборы будут являться нелегитимными и мир их не признает. Кроме этого, Брасер призвала российские власти придерживаться своих обязательств по минским соглашениям и не признавать результаты голосования, организованного террористами на Донбассе. Нацбанк Украины либерализовал требования к проведению некоторых валютных операций, которые были введены 29 августа постановлением номер 540. В частности, отменено временное ограничение на проведение операций в иностранной валюте по осуществлению расчетов по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины. Также отменено ограничение по осуществлению платежей по импортным договорам, согласно которым продукция была ввезена на территорию Украины и осуществлено таможенное оформление на основании ввозной таможенной декларации, дата оформления которой превышает 180 дней. В то же время, для того, чтобы обеспечить надлежащий контроль со стороны уполномоченных банков за операциями резидентов относительно оплаты работ, услуг и прав интеллектуальной собственности, Нацбанк снизил порог документального подтверждения соответствия конъюнктуре рынка контрактных цен со 100 тысяч евро до 50. Указанные решения приняты постановлением правления НБУ номер 685 и вступают в силу с 3 ноября. И далее курсы валюты и цены на бензин. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»